Пришло время написать нашу первую программу, и мы по традиции начнем с Hello World. В первую очередь, давайте познакомимся со средой, в которой мы будем это делать. И для этого вам нужно зайти на сайт RepelIT. Этот сайт позволяет запускать в браузере много разных языков программирования и выполнять код на этих языках. Когда вы на него заходите, то первым делом он вам предложит выбрать язык. И нас интересует, конечно же, JavaScript. Хотя вы можете, конечно, поэкспериментировать с большим количеством других языков. После того, как мы выбираем язык, у нас появляется вот такой интерфейс, в котором слева редактора для кода. И здесь мы будем писать наш код. И справа интерактивная оболочка, так называемый интерактивный shell. Интерактивный shell очень похож на наш редактор кода, но только однострочный. Мы набираем здесь строчку, нажимаем Enter, и она выполняется. То есть наши программы получаются в одну строчку. Давайте попробуем введем какой-нибудь код и посмотрим, как он выполняется. При этом прямо сейчас нам не важно, что он из себя представляет. Нам не важно, как синтаксически правильно, неправильно его записывать и по каким правилам он пишется. Мы просто запоминаем и повторяем. Это первая программа, в нее не надо вдумываться, нужно просто повторить и записать. Итак, я напишу программу, которая вычисляет 1 плюс 5. Как видите, довольно декларативно. Мы как написали, так оно и подразумевается, и так же оно будет вычислено. И мы получаем 6. Теперь то же самое мы можем сделать не в интерактивной оболочке или интерактивном shell, а в нашем редакторе. То есть мы пишем 1 плюс 5. И запускаем наш файл, по сути, который здесь описан, с помощью вот этой кнопки Play, Run. И мы видим, что у нас тоже выводится 6. То есть весь вывод идет сюда, в эту оболочку. Давайте теперь попробуем вывести на экран какой-нибудь текст. Для этого мы используем такую запись, Console.log. И внутри, в одиночных кавычках, передаем строчку, которая называется Hello World. И в конце ставим точку запятую. Она не обязательно, но ставить ее надо. И потом, конечно же, мы разберем, что это такое и почему ее обязательно нужно ставить. Давайте я сейчас снова запущу на исполнение. И мы увидели, что у нас здесь выводится Hello World. Ну и то же самое мы можем сделать и здесь. При этом, как видите, если я не буду использовать Console.log, но наберу саму строчку, то вывод будет практически тем же самым. И это касается вывода из файла. То есть если мы уберем Console.log и наберем Hello World, и просто запустим этот файл на исполнение, то мы тоже увидим Hello World. В реальной жизни так может не работать, просто здесь сделано следующим образом, что последнее вычисление выводится на экран. И это, конечно, что-то упрощает, но надо не забывать про Console.log, для того, чтобы просто напечатать что-то на экран.